Здравствуйте дорогие друзья, гости и конечно же подпишки моего канала, с вами Нестегин Олег. И сегодня я вас познакомлю с необычным лотом за 77 миллионов рублей, который находится на сайте Авито. А далее мы проведем небольшое расследование по горе Немруддаг царем Немрада и древними артефактами, которые прислал этот же автор, у которого и находится лот за 77 миллионов. Этот артефакт я вам уже показывал, это древняя книга, запечатанная печатиними. А также хозяин этих свитков ответил на вопросы, которые задавали ему зрители нашего канала через меня. Вот что он ответил, свиток продан уже, более качественных фото свитка у меня нет, книга не открывается, так как на ней стоят печати, а также есть вероятность утереть текст на бумаге при открытии. Нужно сразу после открытия консервировать листы. Есть вероятность, что листы книги при продаже сфотографирую, но это будет зависеть от разрешения со стороны покупателей. Я думаю вам еще кое-что отправить на днях. Олег, я свиток отправил семью блогерам, но только вы предложили опубликовать его. Книга отправлена, была только вам. Проведение само решает кому дать информацию и знания, а на этом дерзайте. А также, как и обещал, по теме яйца динозавра за 77 миллионов рублей. Эту находочку мне прислал этот же автор, этот же человек, который присылает мне эти древние находки. И артефакт этот находится на платформе Авито. И посмотрите какая цена, так что я вас не обманул. Давайте почитаем. Объекты похожи на яйца динозавра, окаменелые. Цена 77 миллионов, 777 тысяч. Я так думаю, это самая большая цена на Авито. А также давайте почитаем, что пишет нам автор. Продам объекты, артефакты, раритеты, арт-объекты. Очень странные предметы в количестве двух штук. Практическая коллекция. Один предмет поврежден, возможно продажа одного предмета. Продам предметы или природное образование. Возможно камни, возможно каменелые яйца динозавров. Возможно окаменелые яйца птиц. Возможно окаменелые яйца рептилии. То есть это вполне возможно, что это не яйца динозавра. Не яйца птиц, а обычные камни. Но цена, цена конечно мне удивила. 77 миллионов дорогие друзья. Это очень огромная сумма. Ну по крайней мере для меня, может для кого-то, для чиновников наших это не деньги. Но для меня цена это гигантская просто. Также автор и пишет, что этот предмет принадлежит ему. История с его происхождением потрясающая. Есть и другие окаменелости, похожие на яйца динозавров. И самое интересное, что он не утверждал все то, что пишут журналисты. Но им нужны только интриги, скандалы и расследования. Давайте посмотрим еще один ресурс, где про эти яйца пишут. Ресурс Федеральное агентство новостей. Пишет, россиянин продает в интернете яйца динозавра за 77 миллионов рублей. Москва 19 мая. На сайте бесплатных объявлений Авито. Пользователь продает яйца динозавра стоимостью лота. Оценивается в 77 миллионов рублей. Продавец утверждает, что яйца принадлежат к террадактам. Прикладку обнаружили ученые в середине прошлого века во время одной из экспедиций в горы Тибета. Некоторое время яйца динозавры хранились в частной коллекции, затем перешли в руки одного из российских чиновников. А позднее владельцем артефакта стал пользователь, который разместил объявление на Авито. Как видите, фотографии те же самые. Также пишут, пользователь отмечает, что яйца окаменелые. Он прилагает фотографии интересной находки. Однако, одно из яиц было разбито для исследовательских целей. Каким образом владелец яиц определил стоимость артефакта в 77 миллионов рублей, неизвестно. Он указывает на возможность торга. Однако, эксперты считают, что яйца динозавра вызывают много вопросов. Палеонтологи подчеркивают, что яйца изначально имеют очень тонкую скорлупу. Даже в случае с скаменелостями, поверхностный слой не может быть таким толстым и прочным. Кроме того, предоставленные артефакты имеют округлую форму, а у настоящих яиц форма схожа с пилюлей. Не исключено, что пользователь пытается выдать за яйца теродактиля древнюю каменную породу. Автор Ирина Селезнева. А также, мне еще один интересный, интересную ссылочку скинули. Напоследок. Называется она «Окаменелости 30 лет». Вот посмотрите. Фотографии, а я зачитаю тут всего лишь две строчки. Карл Боук и Дон Паттон утверждают, что ковбойский сапог изготовлен около 1950 года. И нашли в ручье в 1980-м, возле Айрен, или Айран, я не знаю, что тут написано. Штат Техас, короче. И содержит окаменевшую человеческую ногу внутри. Демонстрируя, что «Окаменелости» не нужно миллионы лет, чтобы сформироваться. Также посмотрите. Разрезали этот сапог. Внутри, да, все окаменело уже. И только кость. Ну и, как видите, и мягкие ткани, все в окаменевшем состоянии. Ну и внизу небольшие два комментария. А буквально в следующем опубликованном видео о горе Немрудаг, человек мне написал, а может быть там не Антиох захоронен, а великий царь Немруд. Да, мне, конечно, заинтересовало. И вот что мне получилось. Вот такая вот интересная цепочка событий. Я набрал в поисковике Немруд. А далее картинки. Посмотрите, что получается. Странная одинаковая борода. Что у Немрода, что на книге древней. Также очень много фотографий этого царя. Скульптур, посмотрите. Это все находится в свободном доступе. Можете сами посмотреть. Что борода удивительным образом похожи. Что лик на книге. А далее еще интересное пошло. Нашел ресурс. Нашел сайт с видео. И с названием, что искали в музее Ирака. Голова Немрода. Режиссер Царева. Нашел я. Перешел на YouTube. Нашел это видео. И далее еще интереснее. В этом видео вообще рассказывается о том, как американские военные. Вернее, как одному из исследователей отправили пароль от засекреченного ресурса. И далее он открыл его. И там интересные были фотографии, видео о том, как военные США наступали на Ирак. То есть по плану. То есть что первоначально надо было захватывать. И в основном они продвигались к музею Ирака. Как им открыли этот музей. И то, что как они вскрывали эти ящики с золотом, с артефактами. Но им не интересно было ни золото, ни артефакты. Им было интересен ящик. Но, к сожалению, автор этого видео не увидал, что в ящике. Но охотились именно военные США. Именно за этим ящиком. И там, скорее всего, книги были. Также попрошу заметить по этому видео. Посмотрите. Вот те же самые свитки, которые автор нам отправлял видео. Посмотрите, сколько их много. Так что вот такие вот свитки находились в музее Ирака. А дальше мое небольшое расследование привело в Википедию. Еще немного изучил о горе Немрут-Даги. И знаете, такое совпадение, как название Немрут-Даг, Немрут и Немрут-Царь. И у меня такое ощущение, что это не гробница Антиоха Первого Камагенского царя. А это или портал засыпанный, теперь огромной кучей гравия. Или это гробница царя Немрада, а не Антиоха Первого. Также, если внимательно на все эти картинки смотреть, фотографии, то также и по ним можно собрузить, увидеть человека с бородой, удивительным образом похожий на лицо, которое выбито в этой древней книге. Ну а также, дорогие друзья, не только внешнее сходство изображения на древней книге и старинных древних скульптур, которые находятся на горе Немрут-Даг, а также во многих местах упоминается, что это гора Немрода, Турция. К примеру, как здесь. И вполне возможно, что под этой горой щебня захоронен не царь Антиох, а царь Немрод. Или, как я ранее говорил, то, что вполне возможно, что под горой находятся не гробницы, не захоронения, а какой-либо из порталов и совсем уж другие цивилизации, внеземные и более могущественные, для того, чтобы люди не разгадали тайну перемещения, просто засыпали все это огромной кучей щебня. Ну, дорогие друзья, это всего лишь мое мнение. Не надо принимать это все за истину. А на этом я этот видеоролик заканчиваю. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. На этом все. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok